К борьбе с незаконной добычей янтаря подключилось правительство. В Кабмине решили сделать этот бизнес публичным и прозрачным. Об этом сегодня заявил в Житомирской области Владимир Гройсман. Он признал, что отсутствие закона позволяет дельцам заниматься нелегальной добычей, а государство при этом теряет миллионы гривен. И сегодня же в той же Житомирской области произошли новые столкновения между старателями и правоохранителями. Чем всё закончилось, давайте узнаем. Это отремонтированное трёхэтажное здание, новое отделение полиции в Сарнах. До сих пор, рассказывают правоохранители, работали в аварийном, без каких-либо условий и туалетом на улице. И вот такой подарок. Открыть отделение приехал лично глава нацполиции. Говорил Сергей Князев не только об успехах. Признал, копателей не победили. В 60 километрах отсюда, в Житомирской области, великая количество копачек. Копачил, мое протестояние сегодня, с самого раннего, с полицией в Житомирске. Пока глава вручал ключи от новых приосов по одному на каждый район, в соседней области старатели устроили очередной бунт. В глухом лесу собралось несколько сотен. Все на автомобилях. Говорят, на импровизированную акцию протеста приехали за конфликты с бойцами нацгвардии. Блокпост возле месторождения «Корабль» появился ещё полтора месяца назад. С тех пор старатели не раз пытались попасть на месторождение. Не получалось. Сегодня решили собрать около 70 машин. И все вместе просто прорваться через кордон. На вопрос, зачем ехали, старатели объясняют. На природу. Всё не свято. Кто куда хотел, туда ехал. Каким мужчинам нам, наша доблестная полиция, очень много подразделений, перекрыла нам дорогу. Мы боимся переследования. Лично я боюсь переследования. Вот это человек, водитель. В результате конфликта одному из водителей нацгвардейцы разбили лобовое стекло на его авто. А двое сотрудников полиции якобы вынуждены были обратиться в больницу. Ирина Романова, Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности. Телеканал Интер. Ременская область. Телеканал Интер. Ременская область. 画 на Интер. Ременская область.